Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о трёх самых ленивых знаках Зодиака, по мнению астрологов. Люди, рождённые под этими знаками Зодиака, зачастую все дела откладывают на потом. Не любят брать ответственность на себя, отдыхать предпочитают дома, лёжа на диване, и желательно, чтобы в это время их никто ни с какими просьбами не дёргал. Эти люди не любят выделяться и предпочитают пассивный отдых. Но и почётное третье место достаётся тельцам. Представители знака Зодиака Телец не очень любят активные развлечения. Инициативность, но и стремление к лидерству – это тоже, увы, не про тельцов. Также тельцы не очень любят спорт, и активный отдых – это тоже не про них. Представители данного знака Зодиака, если их не тормошить, будут спокойно плыть по течению. Также тельцы не будут слишком выделяться ни в работе, ни в учёбе, чтобы не пришлось брать на себя ответственность по выполнению каких-нибудь сверхзадач. На почётном втором месте расположился знак Зодиака Лев. Представители данного знака Зодиака очень часто используют фразу «не царское это дело», отказываясь от предлагаемой им важной или срочной работы. Стоит отметить, что львы склонны все задачи, даже те, которые поставили себе сами, откладывать на потом. Бытует мнение, что более всего представители данного знака Зодиака склонны лениться именно осенью. В этот период, даже если друзья их куда-то зовут, просто на прогулку или какую-нибудь поездку, львы либо отказываются, либо соглашаются нехотя. Ну и обладателем золота в рейтинге самых ленивых становится знак Зодиака – рыбы. Девиз этого знака Зодиака – лень, двигатель прогресса. Рыбки готовы придумать тысячи, нет, миллион отговорок. И столько же приведут аргументов, почему они не в силах, ну или на самом деле просто не хотят выполнять ту или иную работу. Ну просто рыбки очень любят полежать и пораздавать указания, что делать другим членам семьи. Если вы замужем за представителем знака Зодиака – рыбы, то вам нужно проявить смекалку, чтобы заставить супруга делать что-то по дому. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова